Вместе с жителями новостроек микрорайон «Зеленые аллеи» обживают и домашние питомцы. Совсем недавно на территории жилого комплекса появилась специальная площадка для выгула собак. Очень рады, что появилась у нас площадка, потому что гулять в «Зеленых аллеях» не погуляешь по газончику, потому что детки, людей много. Ну а с появлением площадки намного стало лучше. Площадка была организована по инициативе жителей, которые обратились к местному депутату Марии Гаевской. Огороженная территория площадью 520 квадратных метров была оборудована в течение двух месяцев. Сначала выкашивали, равна территория. Здесь была такая тяжелая территория. Здесь очень много ям было и строительные мусоростатки, такие бетонные плиты. Поэтому мы привлекали. И службы города нам помогали тоже разравнивать площадку. Илья Шейн – хозяин лабрадора «Лео». Житель нового микрорайона признается, когда завел собаку, сразу появилась проблема с ее выгулом. Собачников в жилом комплексе оказалось немало. Для решения проблемы объединились, провели опрос, собрали подписи, нашли территорию. Изучали опыт площадок, которые есть как на территории города, так и в Москве. И пришли к выводу, что наиболее комфортным будет песок. Потому что все-таки, когда много собак, трава не выдерживает. Стоит отметить, что у жителей даже существует график выгула собак. Собаки, которые между собой дружат, мы гуляем в одно время. Какие-то, допустим, страфаршистские терьеры, они предпочитают отдельно гулять. Их там человек 5-10. Вот они там порядка, ну скажем, в 10 вечера они выгуливаются. То есть всем комфортно, у всех свое время. Также на площадке установят малые архитектурные формы и снаряды для занятий с питомцами. Барьеры, горки и трамплины. Хочу поблагодарить всех за активное участие. Теперь нам содержать эту площадку вместе с ними, как обещано было. И я стала задумываться о том, чтобы завести собаку. Всего на территории города 10 специально оборудованных зон для выгула собак. В жилом комплексе «Зеленая аллея» теперь есть своя собачья территория. Не только для прогулок и игр. Совсем скоро тут можно будет проводить полноценные дрессировки животных. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Витнэй ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова